Я надеюсь, дети не слышали последний анекдот. Надо бы их тоже привлекать уже к садоводству. Но тут мне стало стыдно за последний анекдот, но тут я вспомнил еще один анекдот про Вовочку. Вовочка написал в дневнике, по просьбе учительницы папа провел со мной лекцию на тему сексуального воспитания. Дуб дубом. Вы поняли, да? Так, ну ладно, сейчас мы пойдем сверху вниз. Курган на проводе, на связи. Волгоград на связи. Есть информация, скоро станет Сталин. Я понял, что Сергей Паченко, он, можно смело сказать, является патриотом Сталинградцев, патриотом России. У нас, если не появится человек типа Сталина, страна развалится на куски. Вот, можете не сомневаться в этом. Сейчас где-то рядом с нами Казахстан. Несколько сел. На юге Казахстана несколько сел участвовали в настоящих боевых действиях. Восемь трупов, сорок чем-то раненых. Сейчас такие вот звоночки. Вот, знаете, как это происходит? Почему я тоже в душе жду, когда появится. Мне уже поздновато. Вот. Кто-то помоложе должен быть. А почему нужно такого чека? Вот. Типа Сталина. Ведь невозможно это самое представить себе, что будет. А люди все лезут в долги, в долги, в долги, в долги. Все больше людей, которые не могут выплатить взятые кредиты. А их все больше. И критическая масса, когда человек, чтобы как-то с этого ситуации выйти, надо пойти разгромить банк. Заодно в магазины. Схватить в магазине все, что под руку попадется. Ну, это всегда, это называется погромы. Они во всех странах, даже цивилизованных, были, есть и будут. Но у нас страшнее. Когда люди почувствуют запах, возможность это самое, избежать. Ведь кабала, знаете, человек, который не берет кредиты и не может их вернуть. Он же их никогда не вернет. Вы догады, чем все кончится? Кто эту систему придумал? Микрокредиты и прочее. Вот. Мозгов нет. Те-то, ладно, они отсидятся за рубежом. А нам-то куда? Так, ладно. Опять на политику что-то потянуло. На это Сергей виноват. Потому что у него скоро Волгоград станет Сталинградом. Так. Доброе время. Новокузнец станет Сталинском. Ну, что, может быть и так. Сызрань. Вот. Знаете, вот Алексей Виноградов. Сколько он Сызрань нашел этих самых раритетов? Я их называю раритетами. Но если дерево 40 лет, это раритет. Вот. Да. И вот такие случаи у него несколько было. Здесь и всю страну. Вот. Еще раз. Это из-за вас, граждане Виноградов. Это вы мне сколько показали таких примеров. Где вы нашли. Я уже начал забывать. Как эти самые уникальные вещи. Причем, которым... Столько лет, что они доказали свою живучесть. Свою уникальность. Сейчас я бы, допустим... Ну, ладно. Сталином мне не быть. Путиным не быть. Ну, хотя бы, если бы кто-то был... Ну, хотя бы министр СССР. А не как, говорит министр, скажет. Нам... Нас еще не касается. Вот. Науки не касается. Никого не касается. А дело в том, что сама идея... В том, чтобы все ученые... Пошли по садам. И взяли на учет то, что нашел тот же Виноградов. Тысячи, десятки тысяч. Сотни тысяч уникальных деревьев. Они должны стать основой всего будущего садоводства России. Они есть у людей, которые даже не догадываются какое-то. Когда ко мне приезжал этот самый... Он у меня постоянно пасся, этот самый мой друг. ЗАУЛАП Института Доскобилова Турсун-Пулот. Он тогда еще лет... Тридцать лет назад он обнаружил сорокалетний абрикос в Саяногорске. Тридцать лет назад. Вот так вот. Поехали дальше. А то сейчас меня понесет. Самара, Урал. Так, Иркутск. Тепло не для... И вас тоже. Понедельник обещают приспять. У нас уже плюс три. И вообще, это самое... Сегодня голуби купали, служатся. Ой, страшно. Как бы мне без урожая не остаться. В Еленжике абрикосы цветут. Да, спасибо это самое... Потеплению. А потом... Как этот сказал? Ой, все, ладно. Проехали. Болгареченск. Сыгрань минус 20. Это нормально. Сегодня плюс, завтра минус. Сегодня плюс, завтра минус. Так. В Еленжике минус 5. Какие там абрикосы? Ладно. Москва. Похолодание. Ну, после того, что было, я боюсь, тоже без плодов останется. Там уже почки набухали, чуть ли не это. Листья появлялись. Железногорск. Вот, 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 Дорож, да? Он, Красноярск, это... Ну, чуть ли не пригород, но близко. Вот, вот, там действительно, получше, когда-то будем туда... Перейдет садоводство, когда у нас начнут эти... Вот теперь убивать все. Может, хоть там останется что-то путнее. В общем, рисковать надо всем. Южанам, северянам, и не бояться, не осадить. Сегодня только разговаривал по телефону. Сургут. Ёп. Мне, это, заказали семена. Сургут. Говорю, ну что, с ума сошли? Да, конечно, вот, Тюменина по южнее, там, это, ладно, а мы, вот, все равно хотим, все. Яшкар-Алла. Привет, Александр. О, Елена Апарина, моя дедушка, бабушка в Украине. А, всем подозревал. У нас, как говорили, подскреби татарина увидишь. Не, подскреби русского татарина увидишь. Не, увидишь украинца. Это я вам говорю. Так, Минск. Так. Ну, Сагитова, это Дальний Восток, помню. Минск. Архангельск. Минус 35 два раза за зиму. Ну, так, по нашим меркам, это теплая зима. Для Архангельска это холодная. Все-таки там Гольфстрим, там циклоны эти самые, атлантические. Для них, пожалуй, холодновато будет. Так. Думаю, во всем мире есть гениальные люди, не только на Украине. Да, в Украину я привел пример только не вообще гениальные люди. Гениальные люди, все дети гениальные. Потом вопрос, что из них вырастает. Украина, я имел в виду, украинские корни у садоводов. Это уж тут уж не отнимешь. Тут уж, Сергей, какой бы вы ни болит, патриот. Но лучшие садоводы не украинцы, а родом с Украины. Вот. Корни, даже не родом с Украины, а корни на Украине. Вот тут я готов голову на сене дать. Так, Умск. Плюс семь. Ой, ё-моё. Наталья, Юлия, как бы вам не потерять эти. Сейчас как морозы вернутся, а у вас уже деревья проснулись. Так, ВК сказал, что у людей из Украины просто неизбывная тяга. Во, тяга и тоска. Иначе откуда я нареченен взялся? Вырос я на Украине. Колоски я собирал. Парниках, меня в школе приучали к парнякам. Вишни я садил с учителем. Вот. Собирали, мне 10 лет было, мы собирали вишни в школьном саду. Каждое десятое ведро твое. Вот, сливы вернее, вот это и осталось. Кемерово плюс три. Ну, понятно, у нас плюс три. Мы соседи. Так, виноград в Иркутске. У меня помимо груш, вишни, яблони, абрикосы растет сортов винограда. Сколько-то, а вот персика пока нет. Да, ну, персик, знаете как, если дальше пойдет такая теплая, он у меня, я их никогда не укрывал. Ну, вот есть такая форма, я называю, кустовидная, полуукровная. Вот. Это, пожалуй, можно добиться этого. Так, увеличить изображение нельзя, ВК читает нам, а нам не видно. Так, перейдите на Ютуб, ответ Сафронова. Там полный экран. Спасибо, теперь нормально. Так, не узоров. Если кошки и семечки после посевов грудь на холмите, на постоянное место, накрыть бутылками, не повредит ли это. И повредит, и не повредит. Вот. При одних обстоятельствах повредит, при других нет. Значит, делайте через одну. Вот тогда это, если коротко, мы это проходили, если коротко. Делайте через одну бутылку, без бутылки, бутылки, без бутылки. Вы скажете, а мне не напасёмся, Семян? Я уже говорил, что вы рискнёте, можете оказаться садом, который, конечно, в счёте принесёт вам миллионы, а подначинается с 60 косточек и с 10 черенков в общей сложности за 3000 рублей. Вот и всё. 3000 рублей, 60 косточек и 10 черенков год спустя. Вот так вот. Ваше мнение, почему деревья дичают. Так. Ой, это такая огромная тема. Единственное, что я хочу сказать, меня уже обвиняли. Садом много, там грязи, и меня там... Это я здесь такой, знаете, ангёлочек. Вот. А там столько грязи, и вот одна из них так. А Железов утверждает, что культурные косточки посажены, обязательно вырастут дички. А это всё враньё. Вспоминаем. Мы второго супруга не знаем, получается. Видите, как тут ваше мнение. Вот моё мнение. Окультурил культурный, вернее, это, опылил, значит, скорее всего, будет культурный сенец. Но может замёрзнуть именно потому что культурный. Опылит дикарь полукультурный. Скоревнее будут плоды, зато шансы выжить больше. Вот. И получается опять лотерея. А что делают фанатики лотерейных билетов? Берут побольше. Так. Старость, нерадость, это чего? А, деревья дичают. Да, кстати, от возраста ещё. Спасибо, Алексей, нам подсказали. От возраста ещё дичают. От климата дичают. Одно и то же семечко я проверял на шелковице. Отдельный разговор. Не хочу сейчас долго. Вот. Одно и то же семечко в Сибири. Я из двухсот довёл несколько плодоношений. А размер у шелковицы плодов были как у вас ногти на мизинце. Так. И это же семечко в Италии дало бы нормальные плоды. Вот как две фаланги пальца. Одно и то же. Это моё мнение. Железное мнение. Чем вернее, тем роскошнее. А как, откуда взяли Сибирь роскошное? Прививаем. Вот так. Ясно? И тут уж никуда не денешься. Как бы ни морщились многие. И хочется иметь 100 граммовый абрикос. И 500 граммовую яблоню. Или грушу. Видели бы у меня такие? Только прививки. Никогда не получите с семенами. Вот. Но влияние по двое мы уже проходили. Александр правильно говорит. Вот. То есть, если всё-таки прививать. Но он, допустим, Как сказать? Мелкоплодный по двое. Вот я прививаю на Сибирь. Уж мельче-то некуда. Посмотрите на свои ногти. А 500 граммовые плоды. Но всё-таки несколько поколений. Вот тогда только можно постепенно-постепенно приучить. У меня было много неудач. Тут Александр прав. Вот. Так, дальше пойдём. Чтобы говорить о влиянии мелкоплодного подвоя на культурное дичание со временем, Нужно привить по 100 или 1000 штук на мелкоплодный, крупноплодный, То есть, или 20 лет делать выводы. Ну, для себя выводы сделал. Почему? Вот как раз и 100 и 1000 штук я уже делал. Понимаете? То есть, у меня редкий случай, многие ориентируются, вот давайте так. И так есть Мичурин. Ещё раз, потому что, смотрите, уже у смотрителя и у винограда уже разное мнение. Но Алексей не спорит, он говорит, что надо просто больше этих опытов проводить. Он не против, но он и не за. Вот. Мичурин взял, ещё раз скажу об этом, это классика. И это правда, что редкий случай, когда это правда. Вот. Он взял, привил на дикарей культурный сорт Антоновку. Взял себе семена, а семена выросли дикари. И он сказал себе, испортил подвой. Вот. А у меня чаще даже было не так, что подвой испортил. Чаще было просто, вот привил на дикаря, а он не пошёл мёртвый. Второй мёртвый, третьим. А пятый живой. Я с него взял черенок. Следующий показал. Черенок уже с того, который пошёл. Пятый принял его, принял. Вот один из пяти. Я, правда, немножечко так вот ирежу, но для понятности. Опять пять подвоев. Привил. Три пошли. А я же взял-то с того, который принял его. Три пошло. А ещё раз повторил опыт. Вот четыре пошло. И, наконец, пять и пять. И все крупные. А я продолжил немножко. И уже получил, если в теории там королевский пятьдесят грамм, шестьдесят. А у меня уже восемьдесят девяносто. Вот так вот. Значит, когда создаются условия. Да, Сибирь. Да, дичок. Но условия я создал с помощью наслаждения ментора южные. И он показал качество, как на юге. Это для меня открытие. Это будущее всего российского садоводства. Если потепление произойдёт, всё это напрасный труд. Всё, всё зря. Потепление. А, ткнул, знаете, как говорит. Ткнул палку, она растёт. Что такое тёплые места. Вот. Но всё-таки я не очень-то верю. Сегодня потепление. Завтра минус сорок. На следующий год так уже бывало. Я помню, ну вот как. Был один год, а мы взяли с дуру. Ну, я бы не запомнил. Поехали в деревню. Взяли бычка. Я его застрелил ещё. Этого, как сейчас помню. Вот. Хозяева плакали. Мы его разделали. Увезли. Время было ноябрь. А я его на балкон. Весь ноябрь, весь декабрь было минус три, минус пять. Испортился бычок. Вот и всё. В холодильнике места не было столько. Морозилка-то она маленькая. Помните, минский холодильник. Всё. Треть бычка я испортил. Я говорю, значит, что было? Значит, уже лет двадцать назад такая тёплая зима была. Раз я помню, что у меня мясо почернело. Вот так вот. Поэтому на всякий случай, на слойе ментора надо изучать. Надо на него переходить. Наука об этом не знает. Вот. А если узнает, палец о палец не ударит. Потому что это им неинтересно. Перейдим задачу накормить страну уже не ставят лет тридцать. Да не тридцать. Даже со времен Сталина никто не ставит. Да, Сергей? Так. Зарастает земля бурьядом. Горько. Но это правда. Так. Надо подождать здесь 15 лет. Когда дерево выкидывает новый стол. Посмотрите, насколько мелкие плоды. Ну, у меня пока измельчание не наступает. У меня, например, самые взрослые деревья 30-33 года. Так. Вот. Ну, свидетели есть. Вот Савинич у меня всё лето практика проходила. Я специально рассказывал. Где было поменьше плоды, некоторые... Где было меньше их. Там плоды достигали 100... Я про абрикосы. Это как лакмусовая бумажка. 100 грамм и больше. 5 сортов. Перешло 100 граммовую отметку. И они же... Вот так у меня королевский был с 50-граммовыми плодами. Их за это борьбы было. И фаина. Тоже было 40-50 грамм. И тоже всё дерево было в этом плодах. Вот. Ну, сказать, что она одичала. Или там королевский одичал. 30 лет они вроде такие же. Только урожай, когда большой. Да. Бывает. Серафим снижается вес там до 30-40 грамм. Бая до 50. Вот. Я вам покажу на следующей середине бай, который в стакан не влазит. Я не умею. У меня это... Фотографию не перенёс ещё никак. С этого... С телефона. Посмотрите. Ну, стакан граня, наверное. Хотя бы в умственном представьте себе, что это такое. За огромный плод. Так. Ну, пока, слава богу, вот не подтверждается, что это... Через 10-15 лет. Ну, ещё раз говорю. После нескольких поколений. В брошенных садах видно. Особенно вообще весь пессор леком заставит корневой порослью. Часто хожу по брошеным садам и не наблюдаю дичания. Опять же, на что привито не знаю, поэтому не делаю воды. У нас очень много дач, сотни, семь тысяч брошенных. И многие горожане, даже солидные люди, вынуждены брать ведра, идти туда, по этим брошенным садам, собирать плоды и тут же сдавать. Поверьте, в шкупщике дикие плоды бы не взяли. Вот. Довольно очень приличные эти абрикосы. Уже, конечно, не такие. Они где-то грамм по 30-40. Но таких ещё полно. Но эти китайские сливы, китайские, именно китайские, они не дичают, они и так 20 грамм у них. Но они сладкие, вкусные. Они меньше не становятся. Тоже собирают, вишню собирают. Вот. Ну, марину, вот, само собой, смородину. Брошенных много. Сказать, что сады сильно затечали, я бы не сказал. Хотя, конечно, без людей они всё равно не выглядят культурными. Так. Ну, ладно, тут спор пусть заканчивается без нас. Так. Без нас. По поводу питомника. У нас на Алтае Курдёва был у него и писал о нём. Это Кузнецов. Замечательно тем, что весь сад под толстым слоем мульчи, из-под которого рассыпают грибы вместе с плодовыми деревьями. Я не против мульчи, я против того, что закрывает этот... Основание штамба мульча, а там гниёт. Вот о чём речь идёт. А так Кузнецов для меня гений. Вот. Тут нет никаких противоречий, никаких зависти, никакого этого... Как сказать? Злословия. Для меня Кузнецов гений. Так. Кстати сказать, вот действительно, нашёлся же подвижник. Я в общем, мне чё попроще, чтоб не работать. Поэтому я уважаю Кузнецова. Работяга, умница. Так. Привет из Воложья. Ну, я могу так запонебратски так это помиллярно говорить. Мы одного полиягода. Всем привет из Вологды. Расскажите, из чего делают рамки. Рамки, два варианта, которые я в личном пробовал. Первое, это длинные вязальные спицы. Вот. И второе, я считаю, самое лучшее. Это берётся, 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 электроды. Сама сверху то, что называется, верхний слой сбивается молотком. У меня есть фильм. Вот. Потом берёте наждачную бумагу. Самый, столистую проволоку. Это самое, доводите на блеск с помощью или напильника, или наждачной бумаги. Вот. Делайте буквой Г. Надевайте на неё обязательно. Потому что опытный садовод, оп, нет. Опытный компьютерщик может позволить себе зажимать ладонях. И они всё равно будут вертеться. Но это самые сильные. А кто послаблее, особенно новичков, обязательно то, что я придумал, это берётся от шариковой ручки эти самые футляры. Ну, бывает, что там сильно тонкие, чуть раз дырку увеличите. И они должны, вот так вот, вот видно меня, нет на экране. Вращаться так, как пешная скорость. То есть нигде за что не застревать. Вы сжимаете рукой со всей силы. Футляр. А она вращается, как хочет. Ну, а дальше всё это научиться держать. Медленно ходить, потом быстрее. Потом умудряться. Ходить, крутиться, я показывал как-то вот так. Они вот так вот. Они одинаково всё. Они параллельные. Они не шевелятся. По отношению друг к другу, естественно. И всё, вы готовы специалисты. И когда начнёт шевелиться, вы уже будете знать. Подходит и к человеку, бах. Вот. Всё ясно. У человека биополе какое. Почему? Потому что я это инженер. Я это называю электродвижившая сила. Перемещение проводника в электромагнитном поле создаёт электродвиживую силу. Но в данном случае, подчёркиваю, немножко другое. Это не электромагнитное поле. Это биополе. Но принцип тот же. Стоит только рамкам прикоснуться к этому биополю. Они реагируют на это дело и показывают его размеры биополе. Ну, вот хотя бы так. Новорос как мог ответил. Так. А как ваши черенки совмещены с подвоями Бродского? Никак. Побывать ли культурный, скрещивать на скальный? Или пробовать, видимо, слово? Или лучше сразу на местный подвой Беларусь? Значит, я работаю только со своими. От Бродского у меня полтора десятка абрикосов. Им четыре года. Так. Это 12, 12, 13, 18. Пять. Уже пять исполнилось. То есть, ясно будет пять. А пока скоро пять лет. Я с ними не работаю. Я с них ничего не брал. На свои не прививал. И свои на него не прививал. Вот. Почему? Бродские к ним относятся как к священной корове. То есть, они должны быть без всякого влияния. Они сами по себе представляют интерес к генетическому материалу. С ним надо работать. Но стоит на него что-то привить, и что получается? Получается, что мы уже не портим, но меняем качество. А я боюсь, я тоже к нему отношусь. Это не мое. Я только испытатель. Да, косточки я собрал, продал, деньги вышел. Вот. Бродскому. Да там было-то на несколько тысяч. То есть, ну, мы видели урожайчик. Десятки фильмов показывал. Пока. Это первый урожайчик. Ну, что вы хотите? Все-таки сеянцы. Вот. Поэтому дальше и дальше я с ним работать не буду. Уже потому, что здоровья нет. Был бы моложе, я бы с ним программу бы составил. Только с его согласия и под его чутким руководством. Но это если бы я был бы моложе. Я бы мог, знаете, у меня сколько-то сортов еще есть, которые уже попеределаны, и уже надо новые имена присылать. Я бы мог на каждый. А они видели, как растут? Они растут, как они должны расти. То есть, не вот так, а вот так. То есть, это принцип именно абрикоса, принцип этих самых деревьев, которые защищают с помощью огромного количества листьев, с помощью вот этого загущения, штамп от сырости. Вот. Но и это же удобно было. Даже не сейчас, а годом-двуме раньше. Я мог на каждый по 20, по 30 веток навтыкать, получить такое. Уж кто, кто, ну уж. Я-то это умею. Вот уж это было бы сказка, чудо. На каждом по 30 сортов, это образцов, форм. Но я этого не делал. Во-первых, нет здоровья. Во-вторых, никому это не надо. В-третьих, это самое. Да, мне, честно говоря, в голову это не приходило. Именно в этом году, Валерий Александрович знает, и в конце того года сидели мы тут за чаем, за чаем, и рассуждали. Я тогда сказал, все, следующий этап, третий этаж. Культурное, как не садил, так и не буду. Это путь Латинкова, мы не пересекаем. Чем больше вариантов, тем больше возможностей, тем больше шансов у нашего садоводца в целом. Культурное у меня только приводит. Но выросли прекрасные молодые саженцы и десятки. Я на них привью третий этаж. Такие же роскошные, которые сохранят культурное качество более. Вот видите, как, допустим, Александр, смотрите, что, мол, одичает. Вот, а уже когда третий этаж, тут хотя бы есть шанс, что одичают. Я же говорю, что они совсем не одичают. Я этого не сказал. Может быть, мы поспорим про года, а мне 10-15, а 30-40. Мы можем поспорить по статистике. Не все 100%, а половина или четверть. А здесь-то третий этаж уже будет на диком культурный, на культурном еще культурный, или такой же культурный. И я уже хочу добиться 120-150 грамм. И тогда я точно скажу, если мне еще прожить 2-3 года, и если я увижу плоды, а у меня же они зафиксированы. Помните, весы на них 110 грамм. Весы там в магазине 115 грамм, 112 грамм. Если я получу 120, 130, 140, точно райский сад был. Я все к одному клоню. Я не хочу, чтобы меня черви сожрали. Моя душа бессмертна, я это докажу. Докажу, когда выращу, еще более крупные плоды будут. Хотя крупнее уже, казалось бы, некуда. Во, это вы виноваты. Вы мне задали вопрос такой. Объясните, как ими надо пользоваться. Так, Алиса, которая в стране чудес. Пожалуйста, есть фильм. Он есть, это самое. У меня на сайте должен быть. Господи, это... Вот мы три фильма снимали, Елена Александровна. Может, у вас они есть. Где мне найти? У нас их уже, наверное, к тысяче приближается. Я уже все разумные рамки перешел, что сам найти не могу. Мы с вами... Я вас мерил. Марина снимала блогерша. Все. Один фильм, второй, третий. И там фильм, как я рамки делал из этих, из электродов. И как я вас мерил, помните, приговаривал. Таких не берут космонавты. А потом оказалось, что у вас биополе, как у экстрасенсов. Елена Александровна. Ау-у-у. Найдите фильм, ради бога. Еще кого-то прошу, найдите фильм. Мой же фильм, прислите мне. Я выставлю в этом гостевой книге. Это легко делать, только где его? Не найти мне самому. Ну-ка, 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 что тут, Гришунин? Это пока я распинался, он все три фильма, наверное, уже выставил, да? Игорь, вы меня спасли. А я тут распинаюсь, говорю, найдите. А вы уже нашли. Видимо, вот эти три фильма есть. Тем более, про рамки. Так, вот, вот, Алиса, стране чудес. Это, какими пользоваться, вот здесь найдете. Здесь, здесь и здесь. Так, у меня в саду под грейным горшочком проклюнулись скотчики абрикоса. Ура! Под горшочками. Не в горшочках, а под. Да. Что теперь делать? Посадить на постоянное место под две три штуки в лунки. Руку оборву, по одной. Про запас и оставить потом сильнейший. В лунку. Одна в лунку. У вас проклюнулись, значит, вероятность, что один посадите, один получите. То есть, 100% результат очень близок. Или по горшкам тоже про запас. Не надо про запасу. Как можно больше посадить на постоянное место. Даже с загущением. Не получается через четыре метра. Садите через три метра. То есть, если места не хватает на всё, а хватает этих посадочных материалов. Через два метра. Через метр. Природа прорядит. Вас уже мыши ждут. Они уже, это, лапки чешут. Потираются. Ждут ваши эти. Вот. Заморозки ждут. Много чего ждёт. Так. Опыт показался, что случается. Оказалось. А, вы же сами пишите. Погибают. Да, по двое потом их можно. Короче говоря, получается как. Некоторые умудряются подрастить даже. Где-то в тепле. А потом высаживать. Тоже опасно. Ну, в принципе. Посмотрим, что вы дальше написали. Также, до времени с абрикосом на Севиканском саду под горшочкой положили персики. Многие разные сорта из магазинов. Не прокрылась ещё. Это нормально. А это нормально, что цветы? Да, нормально. Они труднее всходят. Вот. Им ещё долго-долго лежать. Да, полугода. Смотря сколько пролежали. Возможно, 4-5 месяцев уж точно. Абрикосы месяц-два и могут зайти. Так, что за сайт Избийска? Не видно был адрес этой фирмы. Ну, если наберёте сайт Избийска, сразу найдёте. Не сомневайтесь. Это ж не я придумал. А, вот. Семена Сибири, да. Укорените непременно несколько шелковиц. Осенью их заберу. Это вы мне, да? И заберу. Они ведь самые плодные. И пусть и отправите ретривая цена. Ну, что я вам скажу. Сейчас я закончу разговор. Апорт Крово-Красный приведет на Антону, кто кого забудет. Поправка на Антону Куйсемичке. Ну, больница. Антону Куйсемичке, она всё равно культурная. Значит, приживаемость будет неплохая. Вот. Апорт останется апортом. Даже не сомневайтесь. Вот вероятность, что... Приведите, там, 20 привел. Приживется 18, дойдет до плодотношения 15, сохранит товарное качество, то есть, плодок 14. Привайте, всё нормально. Так, мы закончились, мы возвращаемся к шелковице. Шелковицу я выращивал укоренял. Причем, крупноплодную, не вот эту вот, что я рассказывал, что с ноготов вырастил. Вот. Укоренял, не прививал, прививки не пошли, плюнул. Вот, укоренял. Не покупали. В то время меня печатали две сибирские газеты, вот, красноярские. Сибирь читала, вырастил, разместил каталоги. Не берут. Начинаю уговаривать каждого, просит абрикос, сливу. Что это? Не знаем. Плюнул, половину раздал, половину выкорчевал. Мешалось. Она так же, как манджурский орех, прёт, как танк, её не восстановишь. Вот. Как орех, вот до сих пор одну не можем вырубить. Знаете, какие они эти? Это так же, как абрикосы. Одни их уничтожают в садовне, другие, как мы, выкорчивать не можем. Настолько они крепкие. Так. Значит, связаться больше не хочется. Если я укоренять, я умею только в середине лета, в июле. К осени они чуть-чуть дают корни. Росточек с пол, как обычно, к осени. тем более, я всегда делал, мне всегда некогда было. Забывал поливать, некогда было поливать. Вот. И никогда не удобрял. Ну, мы расстали с карандаш. А к осени с следующего года уже полноценный саженец. То есть, получается, если я в середине привью, я выращу саженец только к концу 2021 года. Через, фактически, да, через, получается, два сезона. Через два лета к осени. Сильно дорого. Кто бы, я так делал. У меня потом это. Те, кто заказывал, они просто забывали к этому времени. Вот. Поэтому я не берусь заранее это делать. Так. Теперь. Все. Ой, слава Богу. Кажется, да, я уже сдох, честно. Я как мог вам все рассказал, что знал, что умел еще раз говорю, хотите сохранить здоровье? Я не знаю, почему. Враги, не враги. Или дураки, или враги сидят в это самое. Там, где должны сидеть люди, которые должны отвечать за здоровье людей. Это в каждой области департамента. Знаете, какой-то был погиб крупный руководитель. Я смотрю обыкновенный этот Вести, Вести, по-моему, РТФ, Вести, Всероссийский канал. Какая-то область, где-то возле Урала. Крупный чиновник, типа, чуть ли не зам губернатора такого уровня, огромный. Ну, естественно, 200 километров ехал, у нас же, для них же правил нет, это для нас правила не сочиняют. Ну, и это разбился насмерть. Вот. Что меня поразило, друзья, смотрю, съемка этого показывает разбитую машину, показывает скорую, все. Видимо, быстро, быстро, очень быстро среагировало телевидение, потому что это показывало центральное телевидение. Не вот эти вот нынешние блогеры, которые везде и всюду. Каждый человек теперь блогер. И вот показывает машина дымящаяся, разбитая, все. и ходит человек с рамками, такой же как я городской сумасшедший. И говорит, подходит, а к нему подходит, ну что, это где патогенная зона, это гиблое место, поэтому он разбился. И они, телевизионщики, это единственный случай, кроме вот этой Белоруссии, суют микрофон в морду этому самому начальнику ГАИ, и что он ответил? Надо ездить осторожнее. Ну, типа, не слушайте этих городских сумасшедших. Все. Нету у нас даже вот ГАИ, которая была русская, которая все-таки знаки поставили, а я заметил, я вам это все рассказывал в двух-трех вебинарах, и показывал эти знаки, совершенно непонятные, никого не пугающие, какие-то дурацкие там кружочки, вот, кляксы, вот. И то, когда уже пять ставят там, где уже пять могил, вот тогда только ставят, то есть надо, чтобы пять человек в одном месте погибло, и вот эта вот дурь, вот эта вот отсталость дикая, и то они нас опередили, у них хоть шестого трупа не будет. Знак-то стоит, а у нас их будет десятый, двадцатый, а по стране когда-то стотысячный будет, или уже был. Вот это, к сожалению, есть. А мы всем своем этом вертимся. А мы все вертимся это самое своем соку. Никому мы не нужны, и никуда нам это. А самое для меня обидное, что я распинаюсь, и никто не хочет взять, нажать, копировать, и отправить двоим-троим друзьям, и написать, пожалуйста, отправьте дальше, иначе у нас в стране никогда не будет ничего хорошего. Вот это, чтобы все это напрасно. Ну все, до свидания, друзья. Спокойной ночи, Антон Валик. А, каталог семян это святой. Вот сюда нажимаете, вот сюда вот, потому что смотрите, культурная заканчивается последняя неделя, одна-две, все, я не шучу, абрикосов. Крупноплодная слива заканчивается, вот, а не потому, что их мало было, уважай, плохой. До сих пор, во-во, это к спору, все-таки брать семянцы, садить из диких, мелких, и поревать культурное, или сразу культурное посадил, получить культурное. Все-таки у нас романтиков, которые хотят культурное посадить, культурное получить, больше, чем те, кто хочет вначале, как тот Жантимир с этого, с скобарды, который у меня сенцы выписал, а теперь черенки попросил, или вот тоже письмо я цитировал. Вырастили, теперь черенки подаем 10 штук, включая персик, вот так вот. Вот, к сожалению, культурное поэтому кончается. Заказывайте хотя бы свои, потому что все равно купят не вы, так другие. Последние недельки идут. И еще, 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 Антон Валерьевич, еще, еще не все отключились. Помните, мы говорили, сейчас заканчивается сертификация вишни, сливы уже застретифицированы, но есть, сухие я немного оставил, но это кто берет прок на следующие годы. А так, сливы закончил, сертификация, так, все, какие есть, так, даже культурные, и вишни заканчивают на этих днях, 2-3 дня, и нам пора объявлять, есть люди, которые боятся выписывать сухие, боятся даже подходить к сертификации. Вот не хотят. Вот, и ждут, когда и будет. Вот дождались. Потому что, все равно, хоть сертифировал культурные сливы, их не так много, хоть сертифировал культурные вишни, но, опять же, их не беспредел, хоть и много. Пожалуйста, заказывайте вишни и сливы, хоть сейчас, уже в Пирске. Продолжение следует... Продолжение следует...